Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Они умеют жестоко драться, гореть, тонуть и падать с высоты. Сегодня мы говорим о каскадерах. Их задача – заменить актера в момент исполнения сложных и опасных трюков. Причем сделать это профессионально, чтобы зритель не заметил подвоха. Это шоу с толком в студии Радиус ФМ Дарья Рудь. Какие трюки считаются самыми сложными? Как часто каскадеры получают травмы и по каким критериям актеру подбирается замена? На эти и другие вопросы сегодня ответит постановщик трюков – каскадер Александр Ситник и каскадер Александр Жуков. Добрый день, ребята! Добрый, привет, привет! Здравствуйте! Начнем, конечно, с ваших личных историй. Профессия ваша абсолютно такая нераспространенная. Что вас привело в эту профессию? Как пришли? Как произошло-то так? Ну, как? Как обычно, наверное, как и все, все в детстве хотят. Все смотрят кино, все мальчишки хотят повторять какие-то трюки за своими любимыми актерами. Как бы все оттуда. И это, можно сказать, такая мечта детства – стать каскадером, актером. А уже ближе. Нужна ли какая-то подоплека? Я знала, что многие спортсмены, например, идут в каскадеры. Ну, в основном, да, в основном, да, это бывшие спортсмены, но есть исключения, когда приходят простые ребята, просто способные, и они как бы развиваются, тренируются, и у них все получается. У меня аналогичная история. Я долгое время занимался паркуром, жил в городе Смоленске. И видел много трюков в кино, и мне самому стало это очень интересно. Я начал интересоваться, читать про каскадеров, как стать каскадером. И так я узнал про команду каскадеров в городе Минске, и Смоленска переехал в Минск специально, чтобы стать каскадером. Я видел много ребят в Москве, каскадеров, но у них как нет таковых команд в Москве. Да, да, все фрилансеры там в основном. Они работают, да, грубо говоря, даже сами на себя. Их позвали на площадку, они приехали. А здесь я вижу сплоченных ребят, огромный такой коллектив, очень интересный. Познакомился с ребятами, приехал и тянулся в эту профессию, это очень интересно. Да сейчас, слушайте, давайте копнем глубже в самое интересное. В чем заключается работа? Вот, Саш, ты постановщик трюков и каскадер. Ты, Саша, другой Саша, просто каскадер. В чем заключается ваша работа? Какова она? В чем заключается работа? Ну, в первую очередь, есть постановщик трюков со своей командой. Вот у нас команда DST, Dread Devil's Stunt Team. Мы приезжаем на площадку, постановщик трюков, если есть какой-то трюк, он проверяет, смотрит, репетирует со своими ребятами, если это какой-то сложный постановочный трюк. И потом уже мы выбираем, кто будет делать этот трюк, то есть из нашего коллектива, из ребят. И как бы все так по накатанной. И профессия каскадера. Кажется, что легко ее описать, но тем не менее. Что это такое? Еще раз. Мы приезжаем на площадку, обеспечиваем безопасность, в первую очередь, безопасность актеров, чтобы им было комфортно работать. Если им где-то нужно упасть, мы с постелем мат. Да, страховка всегда обязательно. Обязательная страховка. Плюс, перед тем, как актер, если нужно актеру исполнить какой-то даже минимальный трюк, мы всегда это тестируем на себе. Мы, то есть, показываем, рассказываем. Если он говорит, что я не могу это выполнить, мы ищем подходящего дублера среди наших ребят, гримируем, надеваем костюм, и уже каскадер выполняет этот трюк. Подождите, то есть актер тоже выполняет трюки? Да, если актер может выполнять какой-то трюк, если его допускает к этому трюку постановщик трюков. То есть постановщик трюков оценивает его способности и дает добро, либо не дает добро. То есть я могу сказать, что нет, актера этого делать не будет, даже если это какая-то простая драка. Но я вижу, что он двигается не совсем технично, не совсем красиво. И чтобы кино получилось красивое, уже я принимаю решение как постановщик трюков, будет актер делать эти вещи или нет, или мы его заменим на дублера-каскадера. И уже поговорим, какие, конечно, направления в профессии каскадера существуют. Это то самое интересное, мне кажется, из всего. Да, направлений очень, на самом деле, много. Это абсолютно, то есть, как бы, все, риггинг, работа с веревками, с тросами. Вот как мы все видели фильм «Матрица», да, как его снимали, он был снят весь на тросах. Это был такой прорыв в кинематографе. В общем, риггинг, автотрюки, мототрюки, трюки с лошадьми, трюки с горением, потом трюки с пиротехникой, сценические бои. Это вообще считается основой каскадерства, это драки, драки, сценические бои. Кстати, интересно, вот драки, как там происходит какое-то наложение потом еще звука, я так понимаю? Да, да, обязательно. Но зачастую в нашем кино ленятся накладывать какой-то звук на драки, и у нас получаются драки, как бы такие, я их называю, прошу постоянно, чтобы звукорежиссер за этим следил, чтобы они были не немым кино, потому что все озвучивают, актеров озвучивают, где надо, там поправляют, а почему-то на драки, ну, дракам не уделяют столько времени по озвучке, а это плохо, потому что в любом голливудском фильме актер махнул рукой, это звук, актер взял во время драки за одежду, это звук, а у нас этих звуков не всегда их ставят, и это портит драку, на моем мнении. Ну, вот я вижу, что много разных существует трюков, но какие из них считаются самыми сложными? Я считаю, да, я хоть сам не исполнял, но я часто присутствовал на площадке и видел эти трюки, то есть для меня самыми сложными все равно остаются трюки с автомобилями, то есть это перевороты автомобилей на большой скорости, на небольшой скорости, когда под автомобилем взрывается перетехнический снаряд, это тоже очень опасно, потому что все-таки это топливо, это возгорающая жидкость. То есть по факту все по-настоящему. Все происходит по-настоящему. Все перевороты, внутри сидит каскадер, это стекла, это металлические трубы, которыми дужат машину, чтобы для страховки каскадера все это было обеспечено. Может произойти все, что угодно в этот момент. Да, на самом деле, да. Все трюки, на самом деле, считаются опасными. Не надо относиться, я и ребятам всем своим говорю, если это даже какой-то простой трюк, нужно 10 раз, 100 раз все перепроверить и только потом его выполнять. Ну и как бы хотел бы добавить по поводу сложности, то зачастую сложно делать тогда, когда в трюке участвуют несколько задействованных лиц. То есть есть пиротехника присутствует, за которой должен следить пиротехник. Ну, к примеру, вот у меня был случай, мы распилили, значит, автомобиль, джип-чироки. И моя задача, когда я еще был исполнителем трюков, моя задача была выпрыгнуть на подкидной доске в момент взрыва. И внедорожник должен был развалиться пополам. Я подошел к пиротехнику и повторил ему два раза, что смотри, Анатолий, когда у меня ноги полетят выше крыши автомобиля, тогда ты замыкаешь и делаешь взрыв. Команда взрыв — это для меня. Становщик трюков будет команда взрыв, я полетел, а ты уже работаешь по мне, чтобы не взорвать раньше времени, чтобы я там не находился. Он мне сказал, что да, я все понял не первый раз. И что происходит на площадке? Пока мы готовились, там кто-то что-то поменял, режиссер, ему захотелось, чтобы взрыв произошел, когда по фонам ударит, на заднем плане ударит тракторист молотком по колесу. И тогда должен произойти взрыв. Про это, конечно, никто не сказал ни постановщику трюков, ни каскадеру, только пиротехнику сказали. И что происходит? Режиссер командует, начали взрыв, я только нажимать на доску, чтобы вылететь из автомобиля, и происходит взрыв. То есть я оказался полностью в огненном шаре, да, в таком. И вылетел. Ну, слава богу, я вылетел, вот, но немножко подгорел, конечно. Вот, как бы такие моменты есть, не договоренности какой-то. Это очень важно, потому что пиротехник должен тоже всегда присутствовать и слушать. Согласовывать. Да, слушать внимательно, потому что в основном всегда какое-то такое получается... Это ответственность за жизнь человека и за его здоровье. Да, да, да. Ну, у нас в команде как происходит? Мы, каждый знает свое дело, да, всегда мы приезжаем на площадку, если кто-то выполняет трюк, он знает, что ему нужно делать, как ему группироваться, как ему подстраховаться. Но так как у нас команда, то есть мы стан ДСТ, у нас команда, и никогда никто, если кто-то лишний раз друг к другу подойдет и скажет, вот давай вот здесь вот сделаешь так. Каждый со своим опытом подходит, рассказывает друг другу, да, то есть неважно, драка это или падение с большой высоты. Всегда ребята подсказывают и относятся с уважением к тому, что он сказал, и всегда мнение того, кто ему подсказывает, оно очень важно. То есть всегда все анализируешь. Ну, красота. Это и есть то, о чем Саша говорит. Мы перестраховываемся не стоя, не двести раз, а гораздо больше. То есть мы в голове все прокручиваем, анализируем. Конкретно к вопросу, когда в трюке задействовано много людей, вот это тоже опасно, потому что человеческий фактор присутствует, все как бы поняли, но вот, к примеру, в данном случае, то, что я рассказывал, пиротехник не понял конкретных задач, что от него просили, и из-за этого получаются вот какие-то травмы даже могут быть. Я слышала, что горение тоже опасный трюк, потому что паника еще может возникнуть. Да, горение это опасный трюк, но никогда в жизни постановщик трюков не даст исполнять этот трюк каскадеру, у которого есть какие-то проблемы с паникой. То есть, да, все проблемы в основном это из-за спешки и паники, поэтому никогда не надо паниковать. Это трюк, который должен репетироваться, и постановщик трюков должен знать, кто способен выполнить этот трюк. Кстати, ребят, давайте конкретизируем. Вот вы вообще относите себя к какой-то непосредственно части каскадерской профессии? То есть, я, например, я только прыгаю, я только горю. Или это универсальная такая история? Да, смотрите, каскадер, это вообще, вообще, как бы, это универсальный человек. То есть, сейчас, как бы, век интернета, и я сейчас вижу, постоянно молодые ребята попали на съемочную площадку, и они там уже выкидывают в Инстаграм хэштег «Я каскадер, каскадер». То есть, он пару раз рукой махнул, и он уже считает, что он каскадер. На самом деле, это не так. Каскадер – это универсальный человек. Все просто. Чем больше умеешь, тем больше ездишь на площадку, тем больше зарабатываешь. Поэтому каскадер должен стремиться и постоянно развиваться, расти, как бы, и тренировать все новые и новые. Там, умеешь, к примеру, хорошо драться, ты пришел с боевых искусств, отлично. Иди научись, займись риггингом, освой вот это вот еще вот. А что это? Риггинг – это работа с тросами, вот что я говорил, с веревками. Освой еще вот это вот, чтобы тебя можно было брать не только на драки, но еще куда-то, чтобы ты больше работал. Поэтому нужно всегда постоянно развиваться, постоянный рост. Для этого, для этого у нас есть, мы проводим тренировки и по сценическому бою, и по боевым искусствам, тэквондо, самбо, дзюдо, любые боевые искусства, которые есть в боксе. Как бы все направления, это если углубляться именно в сценический бой. А так мы еще и, да, с риггингом, с автотрюки, мототрюки. С лошадьми, тренировки, то есть абсолютно, чтобы ребята были универсальны, чтобы ты на площадку приехал, нам нужен каскадер, который умеет кататься на лошади. У нас есть, пожалуйста. Нужен тот, который умеет драться. И то есть любые направления, автотрюки, мы выпрыгиваем с машины, сбивают машины, ребят. И падать с лошади, а не кататься. Получается, это даже такая прокачка своих собственных скиллов. Уже и на лошади катаюсь, и дерусь. И уже и машина даже не страшна, если собьет, получается. Опять же, как часто каскадеры получают серьезные травмы? Потому что понятно, что профессия максимально опасная. Я не знаю, еще более опасной профессии, чем ваша. Но серьезные травмы, это частая история? Это не частая история. Ну, то есть, можем даже вспомнить Джеки Чана. Все знают, что он весь переломанный. И все любят Джеки Чана. Но у нас в СНГ так повелось еще с 90-х, что если каскадер сломался где-то на каком-то трюке, то все будут ходить и говорить, что он сломался, значит сделал что-то не так, значит непрофессионал. Это неправильная точка зрения. Потому что всякое случается. Где-то ошибся. То есть, это может быть. Но хочу сказать, что травмы, это одна из тех вещей, которые и дальше предопределяют, каскадер ты или нет. Потому что, это мое мнение, но потому что, смотрите, есть такое понятие, мы их называем одноразовые каскадеры. Это вот человек приходит и говорит, я хочу быть каскадером, там вот все, я могу все делать. Он где-то делает какой-то трюк, упал, поцарапался и на следующий день его нет. То есть, он понимает, это одноразовый каскадер. Настоящий каскадер, это тот, который даже если получил какую-то серьезную травму, через месяц, через два, но он придет на площадку и будет дальше работать и заниматься своим любимым делом. Вот это каскадер. Они, которые ставят хэштег, что я каскадер помахал пару раз руками. Ребята, а насколько вообще в вашей профессии существует риск и вот всегда ли не отрицается вариант, что что-то пойдет не по плану? То есть, вы всегда можете предугадать, что что-то может пойти не так. Были ли какие-то незапланированные истории? Вот как ты рассказал, например, с машиной тоже. Ну, да-да-да, были-были-были. Конечно, такое случается, но иногда, когда мы делаем какие-то трюки, и если даже что-то пойдет не по плану, то есть, мы как бы всегда рассматриваем план Б. Что нужно делать, если пойдет что-то не так. Всегда есть страховка, правильно я понимаю? Да, конечно, всегда есть страховка, всегда мы все рассчитываем, даже с теми же автотрюками. То есть, понятное дело, что ты когда доедешь до рампа, и ты полетел, то автомобиль твой может на пару метров дальше пролететь. Но это как бы все учитывается. Я просто как постановящих трюков всем говорю. Автомобиль в момент трюка полетит сюда, здесь никого не должно быть со съемочной группой. Вот здесь безопасно, вот здесь небезопасно. То есть, как бы, выстраиваем работу так, чтобы уже наверняка. И давайте поговорим еще про то, как проходят репетиции сцен. Вообще, насколько может быть дублей снято, опасных сцен. Как это все у вас там история продвигается? Репетиции проходят в зале. Мы встречаемся и с актерами, и с нашими каскадерами. Мы всегда собираемся в зале, репетируем, тренируемся, показываем. В первую очередь, актерам, как нужно работать. Потом они пробуют делать уже. То есть, оценивая свои силы, вносят какие-то поправки в эти драки. Вот он говорит, я такой вот захват с переворотом не смогу сделать. Мы либо меняем на дублера, либо меняем сам боевой элемент. Но все происходит каждый раз по-настоящему. И человек отдается, каскадер вот этой всей игре. Каскадер всегда отдается. Но иногда бывает так, что актеры ленятся. То есть, первая причина, это, конечно, гонорары. То есть, деньги. Иногда они говорят, ну, вот мы же не в Голливуде, мне столько не платят. Я слышал такое от актеров. Поэтому зачем мне, к примеру, здесь делать этот ковырок, там в драке падать? Ну, я как бы всегда отвечаю на это. Ну, я не знаю, может, поменяй тогда профессию. Зачем ты пришел, зачем ты решил стать актером, если ты не хочешь, чтобы ты в кадре выглядел красиво. То есть, это же не только моя работа, как постановщика трюков, либо как каскадер и исполнителя трюков. Это и твоя работа. Ты же будешь в кадре выглядеть красиво. Она тебя посмотрит в следующий раз и скажет, ну, вот он не очень в этом кадре. Поэтому это немного обидно, но есть такие, да, актеры, которые ленятся что-то делать, чтобы было красиво. Слушайте, а же бывают же вот какие-то очень сложные сцены. Например, машина там падает в воду, например, да? Бывает. Такие сцены можно ли вообще дублями переснимать? Это, наверное, ужасно сложно. Можно, можно. Если это дорогое кино, которое может себе позволить там на три дубля три одинаковых автомобиля, то да, можно снимать и дубли автотрюки с автомобилями. То есть, к примеру, стоит, вот снимали Джеймс Бонд, там работал Мартин Ланов, я работал с этим человеком на одной картине. Он разбил три Астон Мартина. У них было три Астон Мартина, дорогущие машины, чтобы разбить как бы их для одной сцены. Сделали три дубля, да. Ну, ничего себе. А я напомню, что у нас в гостях постановщик трюков и каскадер Александр Ситник и каскадер Александр Жуков. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, как подбирают замену актеру и есть ли какие-то приметы в профессии каскадера. Оставайтесь на Радиус ФМ. Это шоу с толком, и сегодня мы говорим о профессии каскадера. У нас в гостях постановщик трюков каскадер Александр Ситник и каскадер Александр Жуков. Ребята, где кроме кино еще нужны каскадеры вообще? Работа каскадеров применяется, то есть, не только в кино. Это рекламы, которые вы видите по телевизору. Это клипы знаменитостей, которые видите по телевизору. На розыгрыш у нас еще зовут, там часто очень. Да, розыгрыш это... Короче, пранки. Да, просто пранки реальные на свадьбах, днях рождения, корпоративах. То есть, все это тоже применяется. А можно какой-нибудь пример интересный? Человека сбивает машина прямо при большой толпе из... Ничего себе, пранк. Да, да, это был день рождения у одного человека, и он просто попросил, что давайте сделаем такой трюк, что якобы я забыл фейерверк и побежал в машину забирать его. И потом он сел в автомобиль, а каскадер в этот момент с ним поменялся за рулем. Никто этого не видит. А толпа понимает, что это он едет. А другой каскадер стоит на дороге, по телефону разговаривает. И вот он едет, не видел, его сбило. Ужас. Ну, это точно пранк вышел из-под контроля. Да, мы, кстати, сделали этот трюк, и вот даже он как-то попал в какие-то новости, что возле станции метро молодежные жестко избили человека. А потом они уже поменяли. Также пранк, может быть, мы делали пранк, застрелили именинника прямо в его день рождения. Ну, это очень страшно. А потом того, кто застрелил, уже охранники каскадеры скрутили. Ну, вот такое просит, тоже бывает. А потом ведущий объявляет, что это все розыгрыши, все такие выдыхают, такие, фу, слава богу. Хорошо. И уточним, в каких, может, интересных проектах вы принимали участие? Да, мы принимали участие во многих проектах, интересных, все проекты интересные, но вот мы сняли, наша команда работала на двух фильмах, на двух картинах, которые снимали для Netflix, для платформы Netflix. Прямо у нас в Беларуси? Да, прям снимали весь фильм у нас в Беларуси, и один, и второй. И, как бы, никто, наверное, не знает, что это. А что за они? Это фильм в изоляции, сейчас можно уже посмотреть. Он уже вышел, да. С 2022 года выпуска. И сейчас еще на постпродакшене второй фильм называется The Folk. То есть, да, люди, там будет интересных два триллера. Смотрите, я сказала, что каскадер, это замена актеру. Скажите, как подбирается каскадер в конкретной сцене? Вот только по внешним данным или по каким-то еще? Нет, не только по внешним данным. По характеру иногда выбирают. Зачастую, конечно, если в фильме очень много экшена, если очень много экшена, и главный герой его постоянно исполняет, то подбирают каскадера-дублера, чтобы он на него был похож. И по физическим каким-то параметрам. И в течение всего проекта уже он дублирует. Да, в течение проекта всего дублирует. Если это какой-то разовый трюк в кино, и, к примеру, каскадер не совсем похож на актера, это неважно. Есть гримеры, которые должны работать и гримировать каскадера, чтобы он был похож. Потому что человек, к примеру, есть задача упасть с 10 этажа, и он классно это делает. Мой парень, ну, то есть каскадер, классно это делает. И я дам, конечно, ему этот трюк исполнить. Если даже он не совсем похож, я просто скажу, поставлю задачу, чтобы вы его сделали похожим. Там волосы, даже если он лысый, неважно. Надо сделать волосы. Сколько у вас вообще таких каскадеров, что можно подобрать под любого человека, получается, замену? Ну да, на данный момент у нас в команде где-то 50 человек. Ой, ничего себе. Поэтому найти можно. Также бывает, режиссер просит сам лично, чтобы был актер и каскадер. То есть у нас в команде есть ребята, которые могут выступать как актеры работать. Они знают задачу, они умеют играть, они работали и в театре, и в кино, они умеют. И плюс они каскадеры у нас в команде. И иногда режиссеры просят, то есть таким каскадерам не нужны дублеры, таким актерам не нужны дублеры. Красота, такое комбо. Ваша профессия, мы уже сказали, очень опасная. Есть ли какие-то приметы, может, в вашей профессии от греха подальше? Про приметы я слышал, что... Но это не примета, касающаяся каскадеров конкретно, это примета на практически каждой съемочной площадке. То есть ребята исключают семечки на съемочной площадке, и никто не грызет семечки. То есть они отвлекают, я не знаю, причины этой приметы, но когда-то это вот завелось. А в каскадерской профессии все четко? Никаких примет? Ну, на самом деле, все ребята разные, все ребята разные. Есть кто-то и суеверный каскадер, есть кто-то и несуеверный. Я как бы в основном всегда всем говорю, что это все глупости. Просто идешь на какой-то трюк, ты знаешь, что ты подготовлен, ты знаешь, что ты это репетировал, ты знаешь, что ты это делаешь отлично. То есть никаких суеверий не должно быть. Четко знаешь свое дело и двигаешься вперед. Ну, лишний раз перекрестись и посмотри на небо. Ну да, или так. Ну, ребята, скажите, кто подходит для профессии каскадера, и есть ли какие-то специализированные места для обучения этой профессии? Подходят, ну, как мы уже говорили, это да. Да, в основном бывшие спортсмены есть, просто одаренные ребята, которых как бы... Какими качествами должен вообще обладать каскадер? Во-первых, качествами он должен быть умный, потому что каскадер, вот все... Почему-то такой стереотип сложился. Каскадер это тот, кто разбежался, там головой в стену ударился и упал. И все-таки, о, он каскадер, каскадер. Нет, на самом деле каскадер это тот человек, который сделает видимость того, что он ударился сильно и упал, и что ему больно. Он пока что-то сымитирует, но никто не бьется там напрямую головой в стену или там еще что-то. Все это делается максимально безопасно, как мы уже выше говорили, что тысячу раз перепроверяем, и любые возможные моменты получения травмы, даже там минимальных, это исключает. Поэтому в первую очередь каскадер, любой каскадер, исполнитель только должен думать. В первую очередь уметь думать. Обязательно ли физическая подготовка? Да, конечно, обязательно, обязательно. Безусловно. Обязательно. Прям вот хрупеньких, худеньких не берут, даже падать. Не важно, какое у тебя телосложение, важно то, как ты физически подготовлен. Ага, это разное. Да, конечно. Физически, психологически, потому что бывают такие трюки, когда простой человек мог бы запаниковать. Вот паника, паника, спешка, это вот то, что вообще недопустимо в этой профессии. А можно вот где-то обучаться вашему искусству? Да, можно, можно. Мы тренируемся с ребятами постоянно, как бы, как таковой киношколы, то есть не школы каскадеров нет, но у нас есть команда. Мы отдельная, независимая трюковая команда, и к нам можно прийти в зал. Сначала все у нас приходят в зал, становщик трюков смотрит в зале на тебя, что ты можешь, как ты двигаешься, и потом уже, когда ты определенное количество времени походил на тренировки, потом тебя, может быть, возьмут на съемочную площадку. Ну, все зависит еще от того, как ты сам хочешь, то есть, бывает, приходят ребята на одну-две тренировки, и, ну, а тренировки у нас действительно непростые, то есть мы там не пришли, железо в зале потягали и ушли. Так, тренировки проходят по... Падаете? Да, тренировки, тренировки разнообразные. И они, да, как я уже говорил, разнообразные. Это и падение с высоты, и трюки с веревками в риге. Я думала, я пошутила. Альпинизм, альпопрыгивание из автомобиля на ходу, сбивание автомобилем, лошади у нас есть, левада, на которой постоянно тренируются наши каскадеры. Также это сценические бои, опять-таки же драки, основы. То есть все, все, мы постоянно тренируем. Работа с оружием, чтобы в кадре выглядели красиво каскадеры, когда играют какой-то спицы на... Угу. И, ребята, такой вопрос на десерт. Действительно ли Джеки Чан пример для любого каскадера? Я могу сказать, что Джеки Чан не только пример для любого каскадера. Джеки Чан вообще как пример для любого человека. Пример стойкости. Опа. Да, потому что это тот человек, который поставил перед собой цель, и он всю жизнь шел к этой цели, чтобы... Что в нем уникального? Ну, в нем уникально то, что он, как бы, очень... Он хотел больше других. Он хотел больше других, и уникальность его в том, что он понимал, он когда в свое время понял, что он сначала играл как актер, а потом он понял, чтобы делать красивые, классные трюки в кино, он должен сам их снимать, должен сам их режиссировать и должен сам же их монтировать. И делать это. Вот он просто это понял в определенный момент, и поэтому вот на данный момент все мы в мире знаем, кто такой Джеки Чан. Если бы он этого не делал, никто бы лучше его не смонтировал драки, никто бы лучше его не поставил какой-то трюк. Вот на такой прекрасной, мотивирующей ноте я предлагаю, к сожалению, заканчивать наше интервью. Теперь вы знаете немного больше о вот этой непростой профессии каскадера. У нас в гостях были постановщик трюков каскадер Александр Ситник и каскадер Александр Жуков. Ребята, спасибо большое вам за беседу. Подкасты, видео этой программы можно найти на сайте radiusfm.by. Вы слушали шоу с толком, в студии была Дарья Рудь. На этом я с вами прощаюсь, оставайтесь на Радиус ФМ. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.